прежде всего он известен созданием культовых франшиз. Всемирную известность режиссеру принесла серия фильмов «Звездные войны» и фильмы об Индиане Джонсе. Работая в качестве режиссера, сценариста и продюсера, он приложил руку к созданию огромного количества кинолент. А его другом является другой всемирно известный режиссер Стивен Спилберг. Но перечет 944 года в Калифорнии, в провинциальном городке Модесто, в семье владельца небольшого магазинчика и домохозяйки. Джордж Лукас-старший и Дороти Лукас, являясь протестантами методистского толка, воспитывали сына в строгости. В школе Джордж Лукас не выделялся среди сверстников, но рос талантливым ребенком, занимался музыкой и коллекционировал фото. В сонном городишке было мало развлечений, а Лукас стремился к новизне и яркости ощущений. В старших классах он горячо увлекся автогонками, но серьезная авария заставила 18-летнего парня отказаться от опасной карьеры профессионального автогонщика. Сохранить жизнь ему тогда помог счастливый случай и профессионализм врачей. У Джорджа всегда была богатая фантазия, а вынужденное многомесячное пребывание в больнице после автоаварии еще больше способствовало ее бурному всплеску. Фантастические образы в его голове складывались в необыкновенные картины и сюжеты. Вскоре пришло осознание того, как реализовать свои замыслы. Разворот в сторону киноискусства произошел во время учебы в колледже в Нью-Джерси. Тогда Джордж столкнулся с короткометражным кино Брюса Бейли. Этот авангардист из Сан-Франциско снимал яркие, временами шокирующие короткометражки и показывал их в местных кафе. И 19-летний Лукас, который в это время уже начал пробовать себя в качестве фотографа, буквально заболел кино. Его художественное чутье и врожденный талант нашли, наконец, верную стезю, и Лукас жадно впитывал новую информацию. После окончания колледжа он уже твердо знал, куда пойдет дальше. В 1964 году он поступил в киношколу при Университете Южной Калифорнии, где готовили профессиональных режиссеров. За годы учебы Джордж Лукас приобрел богатый опыт у мастеров режиссуры, организовал свой кружок, где вместе с другими студентами тренировался в создании короткометражек на разные темы. Особенно поразили начинающего режиссера курс Славка Воркопича, преподававшего хитрости грамотного монтажа, и курс Лестера Новраза по передаче экспрессии и эмоций в кино. Именно в университете Лукас познакомился со Стивеном Спилбергом, который стал его другом на всю жизнь. После окончания университета в 1967 году путь Джорджа Лукаса лежал в ВВС США. Однако служба сразу не задалась. Выяснилось, что новобранец – злостный нарушитель скоростного режима на дорогах. Лукаса было решено отправить во Вьетнам, но и туда он не попал по состоянию здоровья, у него был обнаружен диабет. В результате молодой режиссер вернулся в киношколу, но уже как преподаватель, и смог продолжить совершенствовать свое мастерство. В 1968 году его 15-минутный фильм «Антиутопия. Электронный лабиринт THX 1138-4EB» победил на фестивале студенческого кино. Лукас получил персональную стипендию от Warner Brothers и был замечен другим молодым и талантливым режиссером – Фрэнсисом Фордом Копполой. Коппола тоже был выпускником киношколы и уже заявил о себе как режиссер и сценарист успешного семейного мюзикла «Радуга Финьяна». Лукаса он пригласил к себе в помощники, и тот оправдал его доверие. У Копполы была своя небольшая кинокомпания – American Zoetrope. Кроме того, он имел знакомство среди руководства Warner Brothers. Он сразу разглядел в Лукасе серьезный потенциал и уговорил Warner Brothers помочь молодому таланту снять дебютную полнометражную ленту. За основу был взят тот самый электронный лабиринт Лукаса, который получил главный приз на конкурсе студенческих работ. Фильм «Галактика THX 1138» увидел свет в 1971 году. Картина отличалась прогрессивными для столь скромного бюджета образами, ракурсами съемок и эффектами. Впоследствии именно внимание к визуальным эффектам и их совершенствование станет визитной карточкой Лукаса режиссера и продюсера. Хотя коммерчески успешной картину назвать было нельзя, она стала первым шагом на пути завоевания Джорджем Лукасом Голливуда. Следующей стала кинолента «Американский граффити» – ностальгический фильм о молодежи с 60-х годов, их жизненных ценностях, мечтах и проблемах. Приглашенные актеры были тогда молодыми и неизвестными, среди них были Харрисон Форд и Рон Ховард. Несомненно, этот фильм был основан на личных воспоминаниях и ощущениях Лукаса, и отчасти на его биографии. Фильм получился очень личным и искренним и заработал огромную популярность – 145 миллионов долларов в прокате, 5 номинаций на «Оскар» и премию «Золотой глобус». После «Американских граффити» Лукас стал по-настоящему знаменитым, его признали кинокритики и коллеги по киноцеху. Но из множества заманчивых предложений, обрушившихся на него в одночасье, он сделал на первый взгляд странный выбор – создание детского сериала по мотивам комикса о Флэше Гордоне, историями о Флэше с 1934 года зачитывалась вся Америка, и Лукас тоже был среди этих фанатов. Но он пошел намного дальше. Его соблазняла возможность реализовать в этом проекте свои юношеские замыслы о межгалактических войнах и других мирах. Так он принялся за воплощение идеи под скромным рабочим названием «Звездные войны». Лукас проделал огромный интеллектуальный труд, творчески переработав идеи режиссера Акиры Курасавы, антрополога Джозефа Кэмпбелла, взяв за основу множество прогрессивных для того времени достижений кинематографа. Результатом стала авантюрная космическая поэма, которая сочетала в себе элементы детской сказки и серьезной фантастики. Самое поразительное, что для того времени сценарий Лукаса, видимо, оказался слишком гениальным. Его не приняли ни на одной ведущей голливудской киностудии. Драки на световых мечах и духовное самопознание, бои в космосе и искание молодого героя, галактические гангстеры и смешные добрые роботы. В середине 70-х это было совершенно непонятно продюсерам. До молодого режиссера снизошла лишь студия 20-й век Фокс, руководство которой, впрочем, тоже не увидело в его творении особого потенциала и спокойно разрешило Лукасу оставить себе все коммерческие права на будущую картину. Первый фильм трилогии «Новая надежда» вышел на большие экраны в 1977 году. Результат, вопреки мнениям скептиков, оказался умопомрачительным. На сеансы стояли километровые очереди, сборы при бюджете 11 миллионов составили более 500 миллионов долларов. Эта картина перевернула мнение и профессионалов, и обывателей о возможностях кино и стала настоящим кинопрорывом. Именно с выходом этого фильма в Голливуде появилось понятие блокбастер. В этом несомненная заслуга Джорджа Лукаса, который помимо гениального сценария смог предложить киноиндустрии совершенно иное понимание процесса съемок. До него так еще никто не снимал. Фильм взял семь высших кинонаград. Успех первого фильма требовал от мастера продолжения. Однако Лукас потратил на съемки своего шедевра столько душевных сил и физического здоровья, что на целых 22 года решил ограничиться лишь функциями продюсера. Сиквел «Империя наносит ответный удар» режиссера Кершнера увидел свет в 1980 году. В 1983 году появилось продолжение «Возвращение джедая Ричарда Марканда». Одновременно в 1980-е годы Лукас продюсирует и другую мегапопулярную киноэпопею о приключениях археолога Индианы Джонса. Режиссером картин был его давний друг Стивен Спилберг. Строго говоря, Джордж Лукас посвятил режиссуре очень небольшую часть своей жизни. Основной его деятельностью всегда оставалось написание сценариев и продюсирование, а также развитие цифровых технологий в киноискусстве, чем он и занимается по сей день. На заработанные от проката трилогии средства Лукас создал компанию Industrial Light & Magic, ILM, которая ныне успешно работает под Сан-Франциско, выпуская самое современное оборудование для производства фильмов. В далекие 80-е годы эта компания работала над усовершенствованием спецэффектов в киноискусстве. Так, результатом ее деятельности стал киношедевр Спилберга «Парк Юрского периода», в котором динозавры ожили в плоти и крови. Каждый следующий фильм, созданный при участии ILM, производил фурор своими потрясающими и инновационными спецэффектами, которые были результатом глубокого развития компьютерной анимации и новых технологий. Позже Лукас при участии Стива Джобса основал еще одну студию и вскоре ее продал. Сегодня она известна под именем Pixar Animation Studio. В 1994 году Джордж Лукас объявил о том, что он планирует снять новую трилогию-приквел о событиях, предшествующих описанным в трех фильмах «Звездных войн». Эту идею он хранил еще с 1970-х годов. Несмотря на то, что развязка была известна, фильмы вызвали немалый ажиотаж, были приглашены лучшие звезды и оборудованы лучшие павильоны. При съемках Лукас наконец воплотил все достижения и разработки своей студии компьютерной анимации, чего он не мог сделать при создании эпизодов с четвертого по шестой. В 1999 году вышла «Скрытая угроза», в 2002 – «Атака клонов», в 2005 – «Месть Ситхов». Космическая сага получила логическое и великолепно оформленное завершение. Теперь о личном. В 1969 году Джордж Лукас женился на американке Марси Лу Гриффин, которая в качестве редактора работала с ним над дебютным эпизодом «Звездных войн». Их брак продлился 14 лет, однако родных детей у них так и не появилась. В 1981 году пара решает взять из детского дома девочку Аманду, которая становится их дочерью. После развода, последовавшего двумя годами позже, она останется с приемной матерью. В 1988 и 1993 году Лукас усыновит еще двух детей – девочку Кэти и мальчика Джетта. В январе 2013 года Лукас объявил о своей помолвке с Мелоди Хобсон, президентом Эрил Инвестментс. Пара встречалась в течение семи лет до их свадьбы. 69-летний Лукас и 44-летняя Хобсон поженились в конце июня 2013 года на ранчо Скайуокер в округе Марин, Калифорния. Вскоре после этого у них появилась дочь Эверест, рожденная суррогатной матерью. Помимо того, что он режиссер, Лукас посвятил себя делу улучшения образования через образовательный фонд Джорджа Лукаса. Созданная в начале 90-х годов организация поощряет использование проектного и командного обучения в числе других образовательных реформ. Миссия фонда является глубоко личной для Лукаса, который провел много лет в качестве отца-одиночки для своей приемной дочери Аманды после развода с Марсией Гриффин. Хоть в самом начале своей карьеры Джордж Лукас едва ли мог подумать, что создаст одну из самых могущественных франшиз в мире, именно так и произошло. Звездные войны из одной трилогии разрослись до невиданных масштабов, превратившись в целую империю, и теперь имя режиссера точно не будет позабыто. Конечно, Лукас в какой-то момент отказался от своего детища и передал полный творческий контроль над ним Дисней. Тем не менее, в сети то и дело появляются слухи о том, что постановщик не прочь взяться за старое и вновь отправиться в далекую галактику. И накануне в сети прошла новая информация, будто создатель Звездных войн уже встречался с представителями студии, чтобы обсудить новую космическую трилогию. А недавно стало известно от автора YouTube-канала Overlord, Лукас хочет вновь участвовать в продвижении франшизы, а также ведет переговоры о возвращении финансовой доли в Лукасфильм. Также отмечается, что если это действительно произойдет, то зрителей может ждать трилогия, финансированием которой кинематографист займется лично. Разумеется, пока это не более чем слух, относиться к которому стоит настороженно. И все же желание Лукаса приобщиться к Звездным войнам выглядит логичным и правдоподобным. Джордж часто посещает съемочные площадки различных проектов франшизы и в последнее время не раз предлагал свой вклад, так что его полноценное возвращение кажется вполне вероятным. Сейчас Джордж Лукас занимает первое место в списке самых богатых знаменитостей США. Согласно рейтингу Forbes, состояние Лукаса оценивается в 5,5 миллиардов долларов. Основную часть своего имущества режиссер заработал в 2012 году, продав продюсерскую студию «Лукасфильм» и права на фильмы фантастической саги компании Уолт Дисней за 4 миллиарда 50 миллионов долларов. Что же касается имущества знаменитого режиссера, то в 2017 году он приобрел дом в Лос-Анджелесе за 33 миллиона 900 тысяч долларов. Поместье площадью более 3000 квадратных метров расположено в живописном районе Бель-Эйр на окраине Лос-Анджелеса. Особняк был построен в 1929 году и имеет испанское название «Ми Патриа», что в переводе означает «Моя Родина». В доме 5 спален и 8 ванных комнат, которые украшают мавританские кафельные фонтаны, говорится в статье. Потолок декорирован деревянными балками, а лоджии оформлены арками. В особняке есть домашний кинотеатр, тренажерный зал и комната для медитации. На территории поместья расположены патио, бассейн, гостевой дом и гараж. Друзья, если вам понравилось наше видео, но вы еще не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч, пока!